Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема, посвященная стратегиям усреднения. Я постараюсь дать вам свое мнение о том, как это правильно использовать, какие есть наиболее адекватные варианты применения этих стратегий и для чего они вообще, собственно говоря, нужны. Итак, для чего же нужны стратегии усреднения и в чем их разница, различия от классического мартингела? Если мы говорим про классический мартингел, то, конечно же, это увеличение лота после каждой последующей проигрышной сделки. Вот, к примеру, представим, что открыл ты одну свою позицию и она у тебя закрылась с минусом, открыл ты ее, к примеру, одним лотом. Дальше ты эту позицию, конечно, закрываешь по стоп-приказу, то есть все эти правила, take profit, stop-приказ, перевод без убыток, травм, все это сохраняется в классическом мартингеле. Единственное тут отличие в том, что последующая сделка, если у тебя первая закрылась по убытку, ты открываешь ее, ну, допустим, вдвое увеличенным лотом, то есть лот обязательно будет увеличен. Допустим, следующая сделка у тебя будет уже в формате двух лотов. Если эта сделка у тебя закрывается с убытком, ты ждешь нового сигнала по своей торговой системе и открываешь следующую уже с лотом удвоенным от второго лота. То есть если первый был один лот, второй два лота, третий четыре лота, четвертый будет восемь лотов, дальше шестнадцать, тридцать два и так далее. Пока, в общем-то, денег на депозите вообще не оставится, либо ты не отыграешь из-за сделки. В чем преимущество мартингела? Преимущество мартингела заключается в том, что ты по итогу, если закрываешь одну из этих сделок в плюс, получается такая прибыль, как будто бы ты по каждой этой сделке получил профит. Ну, надеюсь, понятно. То есть это, по сути дела, беспроигрышная стратегия, если у тебя огромные там запасы денег. И работает ли эта стратегия на рынке? Если честно, я тестирую огромное количество систем на применение вот именно вот этого классического мартингела. К сожалению, я не увидел, чтобы хоть в одной стратегии это действительно хорошенько отрабатывалось. Но, вероятно, вот если подумать чисто логически, то почему нет? Почему нет? Каждая стратегия имеет какой-то свой потенциал прибыльных, убыточных сделок. Если четко найти ту систему, которая, грубо говоря, каждую третью-четвертую сделку прям точно дает прибыльные сигналы, то, скорее всего, это должно работать. Поэтому здесь важно подумать над, собственно, самой стратегией. Насколько она эффективна, насколько качественно дает сигналы. Если ты найдешь такую стратегию, то принцип мартингела будет всегда работать только на пользу. Следующий момент – это, конечно же, в чем же отличие. То есть, если мы поговорили про классические методы мартингела, то сейчас необходимо узнать, какие же методы являются непосредственно усреднением. Усреднение – это когда ты не закрываешь сделку. Что, в чем вообще основная разница между классическим мартингелом и усреднением? Разница получается в том, что здесь ты не хватаешь свою сделку по стоп-приказу, у тебя его просто нет. То есть, ты используешь метод усреднения именно для того, чтобы избежать выбития стопа, да, просто там, каким-то рыночным шумом. Очень часто бывает, что мы открываем сделку, ставим стоп, стоп сносится, и сделка сразу же, курс идет сразу же в направлении нашей сделки, которой уже, к сожалению, нет. И вот именно в этой ситуации нам помогает усреднение. То есть, там, где мы ставим стоп, к примеру, да, у нас стоит дополнительный ордер, который также, если мы, грубо говоря, покупали, то ниже у нас стоит еще один ордер на покупку. Удвоенным лотом или, может быть, таким же лотом, не имеет здесь это особенного значения. Здесь главная фишка в том, что мы, во-первых, не хватаем там стоп-приказ, мы наращиваем позицию, и только наша цена выходит в нужное направление, мы зарабатываем еще больше. То есть, в таком формате мы избегаем убытков по тем вариантам сделок, когда бы у нас был стоп-приказ, и наоборот зарабатываем, то есть, добавляем эти позиции. Здесь, конечно, есть очень важный нюанс. Я бы не рекомендовал ставить ни в коем случае ваш усредняющий ордер там, где вы поставили бы стоп. Я думаю, что больше всего усреднение имеет какую-то прямую пропорциональность с классическим маркетингером. То есть, если вы в классическом маркетингере открываете последующую сделку удвоенным лотом, и тогда у вас появляется новый сигнал позиции, то здесь, в общем-то, все должно работать точно так же. Если мы говорим про систему следования за крупным участником рынка, которую я вас пытаюсь научить, научить, внедрить в вашу голову, то здесь, как раз таки, появляется вот такой алгоритм. То есть, когда мы следуем за крупным участником, мы сначала определяем с вами направление крупного участника рынка, то есть, его какие-то объемы, в какое направление он валивает свои объемы. Дальше мы смотрим уровни и смотрим реакцию крупного участника на эти уровни начинать, и он их защищает. То есть если у нас был покупатель, который упаливал в большие объемы, дальше мы видим отскок цены непосредственно к уровню покупателя, которого он начинает защищать. То есть мы видим, что медведя не проломит этот уровень, что что-то его выталкивает. Обычно мы это понимаем при помощи паттерна. В таком формате мы, конечно же, по этим уровням имеем полное право в дальнейшем эту позицию сопровождать, потому что тут у нас новый сигнал. И есть еще один очень интересный момент, что бывают ситуации, когда мы вроде бы начали следовать за крупным участником рынка, но тенденция меняется, приходит крупный медведь и начинает ее давить. В этой ситуации имеет смысл локировать эти позиции до той поры, когда у нас опять не появится быт. Но это уже история о других формациях, о других способах сопровождения позиций. Я думаю, что о локировании мы обязательно в дальнейшем еще поговорим. Сегодня наша тема усреднения, поэтому я хочу привести вам несколько вариантов того, как вы можете использовать усреднения в своей торговой системе. Причем усреднение – универсальная стратегия, которая, знаете, как конструктор лего, может быть прикреплена к вашей стратегии, которую вы используете сегодня, используя стоп-приказ. Именно стратегия усреднения позволит вам, во-первых, избежать минусов на сделках, где вы верно угадали направление, но цена по какой-то причине избила ваш стоп-приказ. И, соответственно, вырастет прибыль вашей торговой системы. Здесь очень важно, чтобы система действительно была качественной, чтобы вы четко понимали, где именно лучше всего эту позицию усреднить. Итак, первый из вариантов, он самый популярный и самый неэффективный – это усреднение по фиксированному шагу. Часто это делают любители индикаторной стратегии, вообще люди, которые мало и плохо разбираются в валютном рынке и вообще, в принципе, в любых рынках. Здесь еще важно понимать, что усреднять вы имеете право только там, где у вас действительно есть какой-то потенциал развития движения именно в вашем направлении, в направлении вашей первичной сделки. В стратегиях, где делается фиксированный шаг, допустим, вы изначально задаете, вот во многих советниках, которые потом при этом назначены сливать, то есть выставляете фиксированный шаг 20-30 пунктов, 50-100, да, и мы пытаемся гадать на вероятности, что рынок обязательно там где-то отойдет. Но задумайтесь сами, потому что вы ставите 20 пунктов, какое отношение к этим 20 пунктам имеет сам рынок, то есть почему он должен через 20 пунктов обязательно развернуться. То есть это просто игра на вероятности, и это всегда заканчивается плачевно. Поэтому я вас призываю ни в коем случае не делать усреднение по фиксированному шагу. Если вы увидите такую стратегию или такой советик, сразу же от них отсказывайте, потому что к хорошему это вас не приведет, я вам даю 100%. Следующий момент – это усреднение по сильным уровням покупателей и продавца. В моей ситуации это уровни РС, да, уровни, по которым я вижу, что производились закупки, выкупы объема, то есть по этим уровням, если действительно какой-то покупатель или продавец, и, соответственно, этот уровень однозначно будет защищаться, если к этому уровню есть интерес кого-то контрагента. Поэтому по этим уровням, когда я вижу, что его защищает, ну, к примеру, я покупаю, ниже у меня расположены уровни, и я вижу, что по уровню, который ниже, когда курс доходит до этой цены, то есть сделка пошла не в моем направлении, я вижу, что по этой цене появляется покупатель, появляются паттерны, я вижу, что этот уровень защищается. Говорит ли это о том, что цена может пойти вверх? Да, это конкретный признак того, что действительно есть какие-то покупательские силы, которые могут рынок в этот момент развернуть. Именно в этот момент я обязательно открою усредняющий орден. Возможно, он будет таким же лотом, возможно, будет увеличен лотом. Это уже не относится к сути системы, это необходимо определять самостоятельно, и желательно делать это в формате автоматизации, чтобы вы понимали, что делать лучше, насколько увеличивать, если вы собираитесь увеличить, алгоритмически это делать, геометрически это делать, да, то есть умножать или плюсовать. То есть все это непосредственно влияет на итоговый результат вашей торговой системы и, конечно же, на просадку. Да, дальше. Усреднение по областям консолидации. То есть в этой ситуации я уже много раз говорил про эти уровни, поэтому не думаю, что имеет смысл особенно останавливаться. То есть мы видим некие области консолидации, когда у нас идет цена вверх или вниз, и в какой-то момент она попадает в некий такой канал, в котором начинает болтаться, да. То есть именно в этом канале происходит набор актива там на покупку, на продажу, идет борьба между покупателем и продавцом, и, конечно же, тот, кто там победит, тот оставит там свои объемы. И, разумеется, в дальнейшем, когда вы будете усредять какую-то свою позицию, имеет смысл обращать на эти области свое внимание, посмотреть, как себя ведет цена, когда подходит к этим областям, появляются ли какие-то защитные ордера, защитные действия, да, не защитные ордера, а именно защитные действия кого-то контрагента. Если они появляются, почему бы не усреднить по уровням по областям консолидации. И второй момент, который я вам частенько рассказывал, мы в прошлых уроках этого марафона разбирали, как строить уровни, да. И одни из уровней, которые я вам давал, это когда вы переходите на дневные графики и смотрите 3-4, может, больше, да, свечек, которые ходят в очень узком диапазоне, просто они буквально по одной линеечке собрались, да. То есть, можно искать в области консолидации на дневках, это очень мощные уровни, которые практически всегда отрабатывают. То есть, у вас огромный вариант того, по каким областям вы, на самом деле, можете усреднять свою позицию. Ну, и следующий момент, о котором я бы хотел закончить, этот небольшой, кратенький урок по усреднению, это, конечно же, автоматические какие-то инструменты, которые помогают вам без особых знаний, без особых, там, ухищрений в том, как самостоятельно строить уровни, используют автоматические разработки, автоматические инструменты. То есть, это могут быть уровни Fibonacci, это могут быть уровни Pivot, уровни Mure, да. То есть, все это найти можно легко в интернете, уровень Fibonacci у вас прямо в терминале. То есть, вы просто натягиваете, берете какой-то определенный участок истории на рынке, натягиваете по нему уровень Fibonacci, и я рекомендую усреднять, то есть, натягивать Fibonacci именно так, чтобы вы усредняли по уровням, которые выше 100. То есть, 100, 160, 200, 261,8 и 423,6, если не ошибаюсь. Вот по этим уровням наиболее адекватно выстраивать свои усредняющие ордера, да. По Pivot, я думаю, не стоит мне ничего тут объяснять, всем понятно, и по Mure тоже. Единственный момент, на котором я бы хотел заострить ваше внимание, что то, что цена коснулась уровня, еще не значит, что от этого уровня она за это куда-то пойдет. Это огромное заблуждение многих новичков и многих людей, людей, которые являются авторами сайтов, да, которые просто эту информацию переписывают из года в год. Здесь очень важно понимать, что стоит послушать именно того человека, который это делает на практике. Вот в практике, я вам честно скажу, что не каждый уровень действительно важен, не каждый уровень, даже важный, который в дальнейшем будет отрабатывать, будет отрабатывать прямо сейчас. Здесь очень важный нюанс, чтобы при касании цены этого уровня проявлялась реакция защиты этого уровня. Вот если вы увидите защиту этого уровня, вы понимаете, что направление курса торгов сейчас, вот именно в направлении вашей позиции, в таком случае открывается. Если направление изначально объема крупного участника направлено в другую сторону, чем ваша позиция, лучше всего залокироваться и подождать, когда эта ситуация изменится. Надеюсь, эти советы окажут себя полезным. Обязательно их применяй, обязательно используй это в своей торговле и делись своими результатами под этим видеороликом. Какие результаты у тебя вообще появились, насколько улучшилась твоя торговая стратегия. Возможно, у тебя есть свои варианты использования стратегии усреднений. Я уверен, что всем нам интересно будет о них почитать, послушать. Поэтому жду ваших комментариев, жду ваших лайков. Не забудь подписаться на мой канал и до встречи с новых обучал. Пока!